Делегацию из Беларуси в международном аэропорту Сочи встречают со всем кубанским колоритом. Прямо утром по гостей приветствует губернатор Краснодарского края. Отведайте хлеба кубанского. Горячий. Он из силы придаст и дух ободвину. Делегацию республики возглавил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Чуть позже, на встрече, наш регион он назовет близким и дружественным партнером. В этом году соглашению о сотрудничестве между Краснодарским краем и республикой исполнилось 20 лет. Торговые и экономические связи развиваются по нарастающей. Этому способствуют личные визиты губернатора в Беларусь. Так, в начале этого года Вениамин Кондратьев посетил Минск с обширной программой. Глава края побывал на площадках транспортных предприятий, в том числе и на Минском тракторном заводе. Спустя полгода уже в Гродно, в ходе форума регионов Беларуси и России, было подписано соглашение о сотрудничестве Краснодарского края с Минским заводом. Благодаря этому возобновила работу площадка в станице Староминской, где организована сборка двух моделей тракторов «Беларусь». На сегодняшний день уже собрано 220 единиц из запланированных на этот год 250. Отрадно, что дорога носит двусторонний характер, растет как белорусский экспорт в край, так и наш импорт из Краснодарского края. Поэтому очень много, большое влияние оказали ваши визиты в Беларусь в феврале и в июне текущего года. После этого мы смогли реализовать серьезный проект в области промышленной кооперации. В первую очередь я говорю о проекте по производству тракторной техники Староминской площадки. Но это не единственный проект, это просто хороший пример, как при вашей поддержке получился выгодный и для белорусской стороны, и для региона промышленный проект. Следом мы хотим идти по такому же сценарию и выйти на производство комбайнов и зерноуборочной, кормоуборочной техники, а также специальной техники на базе шасси Минского автомобильного завода. В начале года, когда я приехал с деловой, именно, подчеркиваю, с деловой поездкой в Белоруссию, моя задача была максимально сделать так, чтобы тракторы Белоруссии собирались в Краснодарском крае. И, конечно, важно было также и обратить внимание на расширение торгово-экономического сотрудничества. Мы обсудили ряд направлений, по которым мы расширили наши торгово-экономические отношения. И по сравнению с прошлым годом, за аналогичный период уже этого года, на 60% увеличился товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Белоруссии. Конечно, результаты совсем не предел. В июле только подписали соглашение Гродно с Минским транспортным заводом. Думали, что когда-то, на следующий год, может быть, всё-таки мы его реализуем, но никто не мог подумать, что в этом году оно уже будет реализовано. Это огромное спасибо вам и руководству Минского тракторного завода, коллегам всем, кто принимал в этом участие. И это не предел. Со следующего года выпуск тракторов планируется увеличить до тысячи единиц. Власти Кубани также предоставляют предприятию краевые меры господдержки, а именно компенсируют 15% от стоимости каждого приобретённого трактора краевой сборки. Только в этом году объём поддержки составит 46 миллионов рублей. Льготы, субсидии Краснодарский край готов предоставлять всем своим партнёрам. Соглашение о сотрудничестве с заводом ГОМ «Сельмаш» подписали губернатор Краснодарского края и генеральный директор предприятия в присутствии премьер-министра Республики Беларусь. Соглашение предусматривает локализацию производства зерновозов, комбайнов, сейлок и другой техники, антисанкционной, как говорят сами представители компании. Потому что производить её будут из российских и белорусских деталей, без помощи недружественных стран. Спасибо.